В компетенции Федерации профсоюзных организаций не только вопросы защиты прав и интересов трудящихся и их семей, но и забота об их оздоровительном досуге. Строятся и обновляются пансионаты, дома отдыха. Условия в них отвечают современным требованиям. В преддверии сезона отпусков и каникул в Бастанлыкском районе столичной области сдан в эксплуатацию новый комплекс санатория «Окташ». Когда произносят слово «Окташ», первое, что приходит в голову – живописные пейзажи, тенистые кроны деревьев, журчание горных рек, воздух, которым невозможно надышаться. А еще детские оздоровительные лагеря, всевозможные зоны отдыха, пансионаты, предлагающие своим посетителям целый спектр услуг. На днях в санатории «Окташ» открылось новое здание. Трехэтажное, со всеми удобствами. Оно рассчитано на 62 места. Первыми отдыхающими здесь стали представители социально уязвимых слоев населения. Я из села Хаджикент. Это здесь, неподалеку. Живу одна, детей нет и помощи тоже никакой. Трудно. Когда мне предложили бесплатно отдохнуть в этом санатории, поправить свое здоровье, сразу не могла поверить. Я очень благодарна за такую возможность. А что может быть важнее внимания и заботы, тепла и простого человеческого отношения? Сегодня государство делает все, чтобы никто из его граждан не чувствовал себя одиноким и брошенным. На это направлены современные реформы. Ежегодно количество отдыхающих в этом санатории составляло порядка 10 тысяч человек. С открытием нового здания ожидается значительное их увеличение. Обслуживающий персонал этого корпуса 12 человек. Посетителям здесь предлагают лечебные, физиотерапевтические процедуры, рациональное и сбалансированное питание и, конечно, участие в культурных мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok